Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 4 2011 года выпуска Двигатель 2.7 турбодизель Автомат полный привод Пробег на автомобиле 190 тысяч километров Меня иногда спрашивают А где твой автомобиль? Почему давно не показываешь? Почему ничего не делаешь? Ну вот, пробеги у меня небольшие Подошла замена масла Я каждые 5 тысяч меняю масла и фильтра в двигателе А также подошла сейчас замена 25 тысяч проехал, поменяю топливный фильтр Топливный фильтр поменяю, разрежу и покажу Как он внутри выглядит Масло в двигателе меняю Но этого момента не показываю Сейчас автомобиль грязный, приехали с моря А я хотел показать другое Смотрите Кто-то говорит, что это расточительно Кто-то ездит по-разному Я езжу по 5 тысяч Это с самого начала И результат у каждого И выбор свой К чему я разговор веду Все знают дизельные автомобили Все знают, какое масло в дизельном автомобиле Бывает, сливаешь масло Заливаешь его Только завел, и оно сразу черное Сейчас тряпку возьму А вот масло в моем двигателе Вот масло с дизеля Смотрите Это масло пробежало 5 тысяч километров На пальце видите Это не мазута И беру просто не сильно Вытираю И ничего не остается Еще раз повторюсь Это масло с двигателя Сейчас скажут Что можно еще кататься Да, конечно, можно Но я не катаюсь Вот я протер щуп И беру опять Вот оно масло Просто легким движением Никакой мазуты на пальцах не остается Так что Каждый выбирает сам Сколько ему делать замену Я меняю так Меняю масло в двигателе Меняю фильтр масляный Двигатель я не мыл В среднем я где-то два раза в год мою Он просто запылился Пыль сдую Щуп на место вставлю Двигатель пыль 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 И заливная горловина, двигатель. Внутри масло еще не менено, 5 тысяч. Ну и общее состояние. Фильтр еще не менял, сейчас заменю. Также пробку сейчас закручу, здесь продую. И двигатель даже можно пока и не мыть еще. Как я и сказал, я мою в два раза. Конгрессор успокоился. Пыль обдул, все чисто. Ладно, меняю масло, масляный фильтр, воздушный салонный. А потом поднимаю автомобиль и откручиваю, меняю топливный фильтр. В этот раз оригинальный я заказывать не стал. Не стал заказывать по одной простой причине. Заказали товарищу оригинальный фильтр, пришла подделка. Перезаказали второй раз, пришла подделка. Поэтому я себе Юфи заказал фильтр. Также товарищу заказали Юфи фильтр. Все нормально, все хорошо, без проблем. Пока с оригиналом воздержусь. Старый фильтр свой, который я сниму, на котором я пробежал 25 тысяч. Разрежу и посмотрю его состояние. Меняю масло. Масло в двигателе я поменял. Поднял автомобиль, снял защиту. Пыльник пластиковой коробки. И вот у нас по ходу движения перед баком откручиваем три болта. И снимаем вот этот экран теплозащитный. За ним у нас находится топливный фильтр. Три болта, головка на 10. Убираем его. Вот таблетка фильтра. Теперь берем, разъединяем вот этот разъем на датчик воды. Разъединил. Смотрите, вот замочек. Вот стрелка сверху. Замочек на стрелку. Это закрыто. Это вот драй. Это у нас датчик закручивается. Уровни воды. Здесь же сливная. Можно воду слить, если есть. А вот у нас замочек открытый. Мы сейчас поворачиваем против часовой стрелки. Вернее, да, против часовой стрелки до открытия. И вытаскиваем наш фильтр. Поворачиваем. Вот я его поверну. Фильтр у меня в руках. Это вот новый фильтр фирмы Юфи. 244-54-00. А это вот старый оригинальный фильтр. А новый фильтр, который приходил, я говорил, подделка. Здесь маркировка совсем другая. И вот эти метки, они вообще не попадают никак. Смещены. Завальцовка другая. И вот здесь это лазером нанесено. А там оно криво-косо и как набито от чеканина. Поэтому не стали рисковать. Вернули все обратно. Берем ключиком, откручиваем датчик. Так, этот фильтр уберу. Датчик помоем. Ключик на 14. Целера побежала. Пойду, поставлю дальше сливаться. Так, новый, новый, новый фильтр. Прокладки идут в комплекте. Здесь никакой маркировки нет. Здесь маркировка только по торцам. Никаких обозначений замков здесь нет. Поэтому я сейчас примерно возьму. По родному фильтру датчик прикручу на место. Здесь вместо датчика стоит заглушка. Заглушку выкручиваю. Убираю. Резинку убираю. Так, этот датчик умоем. И новую уплотнительную резинку достаю. Одна у нас идет вот сюда. Вот она, видно, хорошо встала, выступает. Это вот старая, уже обжатая. Сейчас еще помою, продую. Так, все, я ее помыл, продул. Новое кольцо установил. На здесь, вот она, колечко новое, уплотнительное, тоже старое снимаю, новое ставлю. Так, ну а теперь беру, прикручиваю на фильтр. Сейчас по старому фильтру выставлю. Так, старый фильтр. Вот если отлив, по нему ориентируюсь. Здесь, получается, у нас в этом месте будет закрыто. Так, здесь у нас, получается, в этом месте будет закрыто. Вот, датчик. Вот он. Вот так вот датчик ставлю. Почему? Покажу. Потому что здесь мы на уплотнительных кольцах затягиваем. А там, когда мы установим фильтр, он у нас будет стоять и выглядывать носиком вперед. Все. Притянул. Если вот посмотреть. Вот он, метки, которые я поставил. А теперь можно устанавливать. Беру, приподнимаю вверх и завожу топливный фильтр. И так будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получается, вот я метку сделал, вот у нас выходит флажок, а здесь я... Дальше она-то не идёт. Я миллиметров на 7, на 8 ошибся в сторону. О, это не страшно. Так, здесь... ...соединяю разъём датчика. Вот, видите, сливная, эта метка ставил, чтобы именно нам, если надо будет, слить, чтобы сюда смотрел этот глазок. Беру, замываю, здесь солярка капала сверху. Ну, во-первых, эстетически замываю, чтобы было... ...чисто. А второе, я сейчас заведу, подниму автомобиль и проверю, чтобы здесь никаких подтёков, запотеваний, ну, капель ничего не было. Всё, опускаю автомобиль, завожу. После этого, поднимая, покажу, как завести. Мы сначала 5-6 раз включаем зажигание, чтобы подкачной насос в топливном баке прокачал систему, чтобы система воздух выдавила и не было завоздушивания. Опустил автомобиль. Сажусь в салон. Так, теперь включаю зажигание. Выключаю зажигание. Включаю зажигание. Тем самым мы прокачиваем топливную систему. Здесь при включении зажигания где-то 15 секунд, 10-15 секунд насос качает. Вот, включаю зажигание. Вот, включаю. Включаю. Ещё раз сделаю и заведу. Так, ну что, заводим. Всё, работает. Всё нормально. Завоздушивания системы нету никакой. Маленько попробую погазовать. Всё нормально. А вот теперь поднимаю автомобиль. Двигатель продолжает работать. И снизу посмотрю, как на фильтре. Всё сухо или нет. Поднял автомобиль. А двигатель немножко шумновато будет. Я уже, в принципе, посмотрел. Фонариком посветил. Всё сухо. Никаких подтёков ни по датчику, ни сверху по крышке. Ничего нет. Ну, а теперь надо будет покататься и потом посмотреть ещё. Ну, в принципе, вот эти фильтра фирмы Юльфи, они на BMW, на Audi, в оригинале поставляются. Так что, думаю, качество должно быть хорошее. Ставлю на место крышку. Вернее, не крышку, а экран. Вернее, не крышку. Всё стоит на месте. И хочу ещё показать, какую заметил у себя ситуацию. Только-только, видать, начало подымливать. Но надо готовиться покупать новую и менять. Вот перепускная труба с правой головки на левую. И смотрите, появились львы, сажи, гофра. Здесь дофрочка, вон, снизу, она разорвана, теплозащитная эстетка. И, видать, стало поддувать там. А её надо менять. Буду подбирать, заказывать. И потом уже будет следующая замена. Сейчас ставлю пыльник на коробку, опуская автомобиль. Опустил автомобиль, заглушил двигатель. Вот немножко постоял. И сейчас покажу состояние масла дизельного двигателя, который уже поработал после замены. Вот масло с дизельного двигателя. А по большей части, когда большинство меняют масло, слили, залили, завели, и всё, масло уже чернющее. А у меня вот в таком состоянии. Теперь катаюсь, катаюсь, но подбираю запчасти. Беру, ищу и заказываю перепускную трубу, прокладки, шпильки, гайки. Также с этой стороны на турбину, потому что снимать буду с двух сторон. Уплотнительные все элементы. И буду менять. Но это будет немного позже. Да даже немного. Будет чуть гораздо позже. На этом всё. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, на телеграм-канал и на Яндекс.Дзен. И огромное вам спасибо, что заходите везде, просматривайте и подписывайтесь. Всего вам доброго. А ещё по скриптум я же хотел показать, а не показал. Я разрубил фильтр. Стружки здесь нет. Ну, тут вот это. А это не грязь, это на пластике какие-то отливы. Единственное, вот эта белая, эта краска. Так. А вытащу, не вытащу фильтр. Края подзагнул. Я его в этот раз пилить не стал, а разрубил. Сейчас края отогну, вытащу в сам фильтрующий элемент. Уже когда инструмент убирал, смотрю, фильтр лежит. Думаю, ё-о-о, я же обещал скрыть фильтр по старой традиции. Вот, вроде бы должен выйти. Так, крышку снял. Очень интересно. Оригинальный фильтр. Крышка легко оторвалась от фильтрующего элемента. Должна была целиком с элементом выйти. Да, грязь присутствует. Элемент чёрный. Внутри светлый. Снаружи вот такой вот чёрный. Но отрывается очень легко. Просто без особого усилия. Вот такая гармошка. Ну, в принципе, для 25 тысяч нормально. Но то, что оторвалось легко, это не есть хорошо. Так, и ещё вот здесь вот прокладка. Вот она. На подделках эта прокладка. Она очень плохого качества. Я видел обзор. Её разъедает очень сильно. А эта вот после использования нормальная. На этом всё. Всего вам доброго.